так сегодня у нас 23 ноября приехал такое место летом мы здесь собираем грибы решил пройтись по всем местам но это в пределах на 10 километров получится погуляем снега мало можно спокойно ходить трава практически ну вот пойдем тут погуляем посмотрим пошли иди сюда что интересное покажу пока серый лес ничего такого экстраординарного нет тут лесу старые есть норы судя по следам наверное это барсучий норы потому что не пользуются следов нет листвой заваленные летом тут заросше все плохо видно пересняк раньше здесь хорошие люди груздевые места посадки сосенок уже подросших подросших там безо 70 лет здесь вот великой и вот наши победы на весь родник сверху показать фото с космоса трава вся примята и очень хорошо я думал последствия урагана будет более глобальные ну вот особо то не видно ничего чтоб сваленных деревьев был свежих старые все сваленные свежих пока видел там одно сухое а вот лежит по моему кстати сломано сверху но все равно достаточно немного сломанная верхушка свежих сломано как раз березняк вот она сломана здоровый береза кстати была вроде сухая вроде бы нет сухая по моему да он сломал сухая это старые сломаны березняк с редким осильничка здоровый выросший гриб по сравнению с моей ногой больше моей ноги поднялся небольшую кочку вот тут еще норы это похоже жилы вроде бы как следы есть следы есть листина вон тут что-то все вырыто все вырыто следы как будто есть но не знаю там это барсучий спина то не так все перерывает бурсуки обычно так нам туда надо идти пойдем туда так 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 придет спускаться по такому склону так тишина птички так везде есть ли там где-то поют следов никаких зверей не видно лесок такой тихий спокойный ветра нету а березу выворотила уже в ураган это она не очень подбежалась обгоревшая блащ поэтому с помощью километр примерно свиристили там проквакали точно желая нора он тут все истоптано вот это точно желая лиса живет похоже все истоптано здесь вытоптано видно беляха тут это руси это живет из породы псовых лиса старенький такой густой мелкий и тут летом хорошо очень видно но муравейник с метр высотой огромный нору прикрывает шувели какие мощные есть черные совсем черные замороженные с у меня активно пытается поймать мышь нам надо определить такую поляну и в тот лесок пройтись посмотреть он там длинный такой большой лет березой зайди у него погуляем чуть не захотел там есть дорога тут есть внизу ручей протекает там через него есть как бы насыпь покороче идти решил напрямик может быть перейду тут согра заросшая ну тут вроде самое узкое место попробую просто пройти так ладно снимать будет неудобно через кусты ломиться а вот он вижу ручей тут уже с краю а мы перейдем или нет что-то я не уверен довольно мощный все замерз нет нам не перейдем хотя там вроде бы уже и суши сейчас попробую снимать не буду этого льда вроде казалось вполне проходим а тут качкарник пошел вроде нету пока может дальше а вот и вода тут лед ладно все пока не снимаю неудобно выхожу из этой собры открытой воды так и не встретил в самом начале чтобы самый лед был и больше ничего такого не было вот так прозрался начнется все выхожу вон тут лес идем светлый очень красивый березовый лес вот так Рубочки. Так коровка, так коровка умерла, но тут рядом коровник был раньше, по сравнению с моей ногой она в два раза черепушкой больше. Ну вот и калина, а я думал где калина, а вот она есть. Вот такие грозди висят. Так, она сейчас вкусная, не горькая. Кислит только чуть-чуть и все. Прелесть. Там на столбе сова сидит. Сейчас попробую подойти. Конечно, близко не получится все равно. Полетела. Не подпускаем близко. Ну ладно. У нас собачья банда преследует штук, наверное, 6 или 7 даже постройки. Там живут, наверное, с кем-то. Охрана там сторож, видимо. Вот тут такая согра глубокая. Сейчас спустимся. Войдем туда и обратно вернемся. О, тут человеческие следы тоже есть. Кто-то походил. Охотник, наверное. О, тут малинник-то какой непроходимый. Ладно, снимать пока заканчиваю. Согри внизу. На березе он такой огромный сувель. Такой прям здоровенный. И на соседней березе еще. Вон там, правда, выше. Поменьше. А мне нужно туда вниз спуститься. Телефон не передает, но тут довольно большая такая ямища. Такая низина тут. Еще в буреломе. Собаки нас так их преследуют. Звонкие собачонки. А вот здесь ручьем. Видимо, Павловскими водами так промыло такие мощные. Это прям подземные ходы промыло. Ничего себе. Прям вот реально. Подземные ходы. Вон он. Какой ход промытый. Пойдем вех туда. Тут получается сверху закрыто все. А тут все, наверное, там промыто. Вот он такой. Овраг целый уже намыло. А тут тропы целые. Собаки, наверное, бегают тут. Тропы. О, какой. Такой. Уже овраг намыло. Ну давай покажи, Беляш, спустись. О. Глубиной, наверное, там, наверное, метра два даже. Вот прям овраг, овраг. Такой намокий. Мощный. Ну прям глубокий. Мощный. Я думаю, тут даже ходить можно. Так, но я туда не пойду. Я туда пойду. Найдергай так еще продираться на бочки сухое дерево прям летом тут наверно заросли вообще сплошные так вышел я снова буреломного леса вышел на пушку полянка тут уже поля начались в этот лес надо через него пройти на нас через речку через него в обратный путь вот это живописный кустарник это боярка и вон еще деревца стоят но ягоды на них практически нету одиночные висят кстати есть ягодки есть одиночные сладенькая тут ее мало сладкая очень вкусно ну мало прям мало ее одиночные висят все такой же березовый лес но тут она береза телефон наверно не передаст очень здоровая 4 ствола из одного места растут они просто сами по себе здоровенные каждый наверно как минимум полтора моих обхвата и внизу прям очень величественно смотрится прям здоровая там гнездо на одной из них просто здоровенная березина на гуча на телефон это не передается к сожалению все такое все такое мол зеленый на ней на здоровая здоровенная таких вот прям здесь нет это какая-то прям выделяешься по своей огромности березы как будто лес бамбука все зеленый все зеленый все зеленый из этого леса идем на выход Вон там, если просматривается дорога, к ней не надо. Посидеть, в поле стоит одинокая береза, полокуча, столб тут мешается, некрасиво с ним, развесистая такая вся. Ну а это вот насыпь, труба, а подальдом течет, слышно, вот журчит вода. Что-то я удачно прошел там по льду. Прям без двадцати пять уже, прям темняется уже, запас мурнело сильно, свет прям уменьшился. Ну уже подхожу, наверное, километра-полтора машина стоит отсюда. Вот в этом лагу я всегда собираю грибы. В этом году здесь не был даже. Было один раз, по-моему, или два, и оба раза грибов не было. Все, идем дальше. Так. Вот этот мог пройти. еще один, еще немножко. Заканчиваю прогулку, возвращаясь откуда я начал, в машине. Тут выхожу, правда, тут на очень высокий обрывистый берег. Сейчас карьерно брали грунт для строительства вон той дороги машина там едет. Ну все, машина стоит. Сейчас спускаюсь, и мы домой. Ну все, всем удачи на тропинках и дорогах. Пока.